В самарском филиале Третьей Ковки в декабре откроют новую выставку в круге цвета красный. В ней объединят разные эпохи и художественные течения, в которых красный цвет был знаковым. Гости смогут ознакомиться с искусством от русской иконы до авангарда. В галерее разместят картины Кузьмы Петрова-Водкина, Василия Кандинского, Казимира Малевича и других известных художников. Матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА рассудит Иван Абросимов. Помощниками арбитра станут Кирилл Большаков и Андрей Филипкин, а резервным судьей – Рафаэль Шофеев. Видеоассистентами назначили Евгения Буланова и Андрей Ефисенко. Игра в рамках заключительного тура первого круга РПЛ состоится в Самаре 10 ноября и начнется в 14.00. Защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова вызвали в сборную России. Как уточнили в пресс-службе Самарского клуба, футболист поучаствует в учебно-тренировочных сборах в Краснодаре. Там же 15 ноября национальная команда сыграет с Брунеем. 19 ноября в Волгограде с Сирией. В Самару возвращается плюсовая температура. Уже сегодня будет плюс 2, а в воскресенье плюс 6. В связи с потеплением и тайнеем снега при выходе из дома стоит надеть непромокаемую обувь. Также синоптики прогнозируют снег с дождем и гололед. Будьте осторожны на дорогах и тротуарах. Несмотря на грядущий знак плюс, на термометрах на улице все равно холодно. Поэтому одевайтесь теплее. 8 ноября день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Сегодня цветы к вечному огню на аллее памяти погибших сотрудников МВД возложили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, исполняющий обязанности главы города Иван Носков, депутат Госдумы Александр Хинштейн, действующие сотрудники полиции и ветераны. Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу со статус-секретарем и заместителем министра обороны Российской Федерации Анной Цивилевой. Об этом он написал в телеграм-канале. Обсудили вопросы поддержки в регионе участников и ветеранов СВО, планы дальнейшей совместной работы. Совместно с областным правительством большую работу проводит филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Регулярно вводятся новые меры поддержки военнослужащих и их близких. Анна Цивилева отметила высокое внимание региона к вопросам участников и ветеранов СВО, а также эффективную работу Самарского филиала фонда «Защитники Отечества». В Самарской области 9 ноября электричка от Жигулевского моря будет отправляться по измененному расписанию. Это связано с производственной необходимостью. Как отметили в пригородной пассажирской компании, поезд 6012-6011 вместо 8.05 отправится в 8.18 и прибудет в Самару в 10.30. Магнитная буря в 4 балла атаковала самарцев. Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии, уже к 12 часам дня геомагнитные колебания стихнут. Однако ночью 9 ноября астрономическая погода испортится вновь. На этот раз шторм составит 5 баллов. Чтобы избежать головных болей в такие периоды, специалисты рекомендуют соблюдать распорядок дня, не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем, пить больше жидкости и заниматься физической активностью. Это поможет организму оставаться в тонусе и снизить нагрузку на сердце и сосуды. Субтитры создавал DimaTorzok